всем привет сегодня у нас 17 апреля 2023 года беларусь бобруйск вот в таком состоянии у нас костики котики листочки на березах и шишки сосновые и вот смотрите какая находочка я в шоке как вы думаете что это за гриф да большой какой то есть он вылез уже скажем так приличном времени назад да ой тут их два смотрите я даже не знаю как не так отклупнуть чтоб показать получше это маслята 17 апреля вылезли маслята я в шоке я конечно и собираю в мае но в апреле никогда всем привет сегодня 25 апреля беларусь бобруйс приехала я снова вот в такое место мне здесь всегда раньше всех выходят маслята 17 апреля я здесь нашла первую семейку маслят и вот посмотрите как она подросла они уже даже не то что подросли переросли вот вот так подросли мои маслятка маслятки за неделю даже больше было 17 сегодня 25 вот так они выглядят вот я поставила веточки березы веточки котиков даже прижились березу не знаю котики пойдут расти верба вот такой маслёночки немножко прикрыла травкой чтоб никто не нашел ну видимо не нашел пока еще собирать не буду не брала с собой не нож ничего но не толку мне от одного грибочка честно говоря это тоже он не крепкий мощный мощный давайте с другой стороны посмотрим крепенькие странно а там малыши дальше идут вон 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 там ой как тут выкрутиться вот крепенькие маслята я вам скажу думала будут червилые так веточки пусть мои стоят ну будем наблюдать дальше скоро приеду собирать вот видите осинка еще даже не распустила почки а маслятки уже вылазили смотрите какой хорошенький ой не буду его пока отколупывать пусть растет вот такой прям масленок масленок идеальный наверно воскресенье съезжу за маслятами у меня нет слов вы только посмотрите кто видит маслята ладно там я постучно находила посмотрите какая семейка молоденькие крепенькие только только идут вот это семья вот это удача вот смотрите они идут какими-то с ростками как опята кучками семейками а а это тоже посмотрите шляпка выросла на шляпке Вот вам и 25 апреля. Ну вот, к сожалению, и всё. Больше маслят мне не посчастливилось сегодня найти. Только те семейки, что показала. И вот, смотрите, это нарциссы. Я уже не первый год собираю маслята весной, а, наверное, лет 30. И у меня был один из первых признаков, что пойдут первые маслята. Это когда начинают зацветать нарциссы. Вот нарциссы цветут. И первые маслятки пошли. Всем привет! Сегодня 28 апреля 2024 года. Беларусь, Бобруиск. С четверга прошло, сколько, пятница, суббота, два дня. Приехала я на проверку за маслятками. Никто не собрал мою полянку. Вот они подросли. Даже слишком подросли. Те были гораздо красивше. Эти уже какие-то лопухи. Народ в интернете возмущался, что я их не собрала. Вот, приехала, соберу. Сейчас будем собирать вместе. Ну, а теперь приступим к сбору. Ух ты! Я думала, честно говоря, будут червивые. Но... Нет. Чистенькие. Ну, по крайней мере, первый, самый большой. Возможно, что у нас было очень холодно. Достаточно холодно. Но, смотрите, вот такой результат. Маслятки чистенькие. Ни единого червячка. Я думала, у меня в этом вопросе будет конкуренция. Обычно, вот такие сростки, когда они такие вот, ну, вот так, кучками растут, только пятна. Маслята бывают насмерть червивые. Ну, этот, кстати, некондиция подгнивши уже чуть-чуть. Так. Комаров тьма тьмущая. Ужас. Так, как тут их посрезать? Даже вот этот огроменный, абсолютно чистенький. Ох. Какие маслячки хорошенькие. Так, если какие-то мягкие, я их брать не буду. Тут они мне не нравятся. Для себя. Этот, смотрите, за грибочком на шляпке. Ох. Это он так вырос. Это неположенная ляпка. Это он такой и есть. Вон. Так, ну, забираем. И даже... Ох, какой большущий. Даже этот чистейший. Гляньте. Вот. Так, ну, в общем, вот такой у меня улов получился. Сейчас их немножечко переберу. И сложу в корзинку. Всё. Можете спать спокойно. Я их, наконец, собрала. После дождика появились и малыши. Новенькие. Вот этих ещё не было в четверг. Вот. И вот малыш совсем сидит. Ну, это он совсем маленький. Вот такой у меня улов. Идём дальше. Это припрятанная мной семейка. Я их нашла. Я их нашла... Ой, это, наверное, червивые мяч. Я их нашла 17 апреля. Сегодня 28-ое. То есть, ну, 10 минут назад. Ну, какие-то, мне кажется, червивые. Снизу вон идут малыши. Но там совсем малыши. Поэтому даже трогать не буду. Ну, давайте посмотрим, червивые он. Или нет. Да, он, смотрите. Всё, в червячках. Поэтому я даже трогать не буду. Тут тебя знаешь. А этот как хорошенечко подрос. Ого, какой уже богатырь. Ой, класс. Нет таких. Ого, какая прелесть. Мне б таких несколько штук хотелось. Прям идеальный. Шла-шла. И случайно нашла вот такую полянку. Эти, наверное, вообще раньше всех вылезли. Но я их не заметила. Кто-то вот поел. Огрызки мне оставил. Огрызки не червивые. Поэтому я подойду. О. Всё. У меня, в принципе, и хватит. Смотрите, какие классные. Кистенькие. Как их тут хоть слезать. Толстоногие. Ого, какой апрель. Посмотрите, какие толстёчие ноги. Чистейшие просто. Чтобы в апреле до маслята пошли. Да ещё и чистые такие. Но уже появились комары. Поэтому сейчас они быстро поменяют свой состав. И станут червивые. Вот. Вот такой у меня улов. Вот такая семейка. Пять штук огроменных. Чистых-чистых. Хрустящих. Крепких. А запах какой. Вот срезаешь с них. Прям маслята-маслята. Идёшь, корзинкой машешь. А вокруг маслятами пахнет. Моя волшебная полянка. В четверг я её проверяла. И не нашла ни одного маслёнка. А сегодня абсолютно случайно. Обнаружила, что я их просто подавила. Вот и всё. Опа. Ну, это не кондиция. И вон всё-таки малыши идут. А сколько мамонцев. Ой, как я не люблю такие сурошки. Непонятно, как их срезать. Как их в корзинку класть. Вот такое семейство. Запыцкаю все грибы. Так. Грибники на место. Всё присыпем. Вот смотрите, ещё идут. Ох, малыши. Совсем маленькие. 5-10 миллиметров. Абсолютно неожиданная встреча. Прямо на дороге растут вот такие маслята. Что с морщками нам тоже не везёт. Вот три штуки всего лишь повстречалось, хотя оставляло больше. Ну, видно, кто-то пособирал, чтобы что ножки стояли. О, чистенькие. Смотрите, какие прекрасные. А жёлтые какие. А запах какой. Жаль, что видео не передаёт этот аромат. Грибной, грибной. Ой, какие хорошенькие. Смотрите, яркие какие. Вот такой улов у меня пока что. Маслята встречаются в самых неожиданных местах. Ну, зато какие же они толстоногие красивые. Класс. Смотрите, какая красивая семейка. Маслят. Вот эти два держу, а тут надо сфотографироваться. Только вылезли, видимо, после дождей. Земля сырая. О, хорошенькие такие. Ой, прям идеальные. Надо сфотографировать такую красавку. Мне кажется, что там что-то растёт. Кто-то что-то нафлёрит. Ух, такой огромный. Ой, вот такой огромный аж далека виден. У меня вот потиху маслята собираются. Поштучно. В каждом месте по одному. По два, редко по три. Разведчики. Знаете, что-то они все чистые. Удивительно и приятно. А вот, предположительно, ещё одна полянка маслят. Видим, жёлтеньким светится. Ага. Маслят. Вот. Вот. Утекает. Видишь, какой. Что-то сегодня мне не везёт на смазку, но зато везёт на мафлята. Тут прям целое семейство. Ого, какое. Гляньте, какой огромнейший. Прям огромнейший. Уже скоро пустил. Абсолютно чистенький. Ну, уберём. Спущай будет. Тут вообще целая полянка. Вот. Один. Два. Три. Лоси из кустов выпрыгивают. Я пугаюсь. Но зато заметила, вон, светится впереди ещё один. Жёлтенький. И вон ещё жёлтенький сидит. И вон ещё жёлтенький. Да, приехала, называется «За сморчками». Камни тоже собираю. Они мне нужны для декора. Ну, вот. И камни, и сморчки, и маслята. Всё в одно. Мураши трудятся. Вон шерсть я словили. Работают. Наверное, последний мой сморчок в этом сезоне. Единственный презентабельный на сегодняшний день. Так же быстро они закончились. Большинство сморчков уже огромного размера. Размером с ладони уже семена пускают. И собрать-то нечего. Посмотрите, как обильно цветёт черника. Не видно листьев. Всё розовое от цветочков. Если не ударят морозы, то в этом году чернике будет море. Вот и подошла сегодняшняя моя тихая охота к танцу. Такой улов у меня получился. Немного сморчков. Немного маслят. На этом всё. Всем пока-пока. До новых встреч. Удачной вам тихой охоты.